Предлагается поговорить сегодня не только о природе реальности, но и о природе лжи. Существует два главных аргумента, то есть у меня ответов практически нет, у меня есть один только вопрос. Существует два главных аргумента по поводу того, что ложь невозможна. Но первое принадлежит Платону. Но в самом деле есть некое знание, это знание представляет собой не частичное, не какое-то, а именно полное или не полное знание. Теперь спрашивается, всякое знание, знание чего-то? Знание чего-то. Всякое знание, знание существующего или несуществующего? Существующее. Но тогда означает, что ложного знания не существует. Потому что всякое знание и знание существующего. Правда даже, да? Второй аргумент, который принадлежит опять-таки Платону, и в этой же самой вещи он происходит. Он говорит о том, что всякое знание тоже есть, всякое знание есть знание чего-то. Но тогда мы должны говорить о той простой вещи, что если есть у нас некая чтойность, то она единственным образом репрезентирует предмет. Ведь нет никакой чтойности, стоящей позади нее. Все, что нам она дает, в рам вам как наше восприятие, то есть сам предмет. Но тогда оказывается, что и ложное знание тоже невозможно. Так что оказывается, что и со стороны чтойности, и не только со стороны существования, то есть со стороны сущности и несуществования, ложь невозможна. И это очень странный результат, который находится в большом противоречии с нашим повседневным опытом. С одной стороны, поскольку всякое знание и знание чего-то, и всякое знание существующего, я повторю еще раз аргументы, то тогда каждому знанию соответствует определенного рода существование. И с другой стороны, поскольку у нас всякая чтойность, и всякая определенность, и всякая однократно репрезентирует вещь, по-другому она у нас репрезентирована, не может быть в этом самом акте восприятия, то мы тогда говорим об этой самой вещи, тоже, что ложь невозможная, и вещь существует, как она нам дана. Эта концепция очень напоминает на концепцию нейтральных данных Дэвида и Юма, и которая в постпозитивизме-позитивизме получила свое большое распространение. И в самом деле, все, что мы не видим, мы всегда видим тем способом, что мы его видим. Вот это странный вопрос, и это странная проблематика. Потому что мы же понимаем, что химера не существует. Мы же понимаем, что теплород не существует. Мы понимаем много странных вещей. Мы иногда приглядываемся, вдаль видим, что там темнеет. Дерево или человек, мы подходим ближе и говорим «дерево». Или просто-напросто два столба. Вот такова наша проблема. Есть определенного рода попытки решить эту задачу в неком формальном русле. Как решается в формальном русле? Ну, на первом, скорее всего, это сделал именно Декарт. Но в самом деле, я постараюсь выполнить его процедуру сомнения. Она состоит в том, что, допустим, нечто не существует. Но тогда мы видим, что, несомненно, то, что мы его мыслям. Допустим, говорим мы, не существует этого микрофона передо мной. Но, несомненно, что в этот самый момент я его воспринимаю. Что случается с микрофоном? Согласно канонической трактовке Декарта, микрофон нисколько не теряет собственной определенности. Он не становится прямоугольным. И из того, что он стоял на трех ножках, он не становится на четырех. Но, с другой стороны, мы придаем его некоторому бытию какой-то определенного рода смысл. Что это за смысл? А смысл состоит только в том, что мы пытаемся мыслить этот предмет в качестве некоторой формы для себя. Форма для себя здесь будет показывать нам, что этот предмет мы пытаемся удержать в качестве воображаемого. Насколько это возможно, насколько это невозможно, я и попытаюсь спросить сегодня у уважаемой публики. Что мы видим еще? Что нам Декарта позволяет увидеть? Он нам позволяет то, что знания не бывают непосредственными. В самом деле, когда мы говорили о том, что всякое знание и знание чего-то, мы претендовали на то, что знания непосредственные. Но это ведь не так получилось. Если мы можем удержать знания в качестве некоторой формы, смотрите, всю красоту построения Декарта, она состоит не в том смысле, что мы ее берем как Платон, в том смысле, что за ней стоит некое существование, то есть некое бытие. И не в том смысле, как это берет Дэвид Юм, когда предмет есть предмет, предмет сводится к определенности. Мы тем самым берем предмет как знание, мы удерживаем предмет как предмет знания. Это очень интересное построение, которое нам позволяет понять, что поскольку мы вольны сомневаться в его бытии, мы доказываем, что знание есть не что иное, как способ отношения знания самим собой. Это странно, но мы к этому, казалось бы, не привыкли. Мы же думаем, что предмет, например, вот этот диван или вот этот микрофон, даны нам непосредственно. Они не даны нам непосредственно. Мы убеждаемся на опыте, декартовском опыте, что всякое знание есть не что иное, как форма. Мы тем самым воскрешаем, казалось бы, безнадежно потерянный вопрос о истине и лжи. Ведь в самом деле, в смысле Дэвида Юма, то есть нейтральных данных, вопрос о лжи быть невозможен. Все, что перед нами не явилось в качестве любой чтойности, оно, безусловно, в качестве именно этой чтойности и является. Точно так же и в смысле Платона, в смысле некоторого существования, стоящего за сущностью. Там тоже вопрос о лжи невозможен. Я напомню его еще раз. Всякое знание есть знание существующего. Всякое знание не может быть знанием несуществующего. И вопрос о лжи здесь тоже невозможно. Если есть знание, значит оно и знание существующего. Так а существующее может быть по-разному существующее? существующих как она может по-разному существующим но вот у меня нет вот вы именно вот как раз декартовская вот эта ситуация и она оказывается а к оказывается таким что один и тот же предмет с одной и той же определенностью по отношению к сознанию может выступать в разном качестве то есть он может быть в качестве некоторого тотальности и данности может выступать то качестве не существующего и с другой стороны поскольку я вольно сомневаться в бытие но тем самым я превращаю его форму как бы превращаю его в ситуацию когда я удерживаю форме некоторого знания и вот в этом смысле мы говорим о нем как воображаем да в качестве воображаемого мы удерживаем и тогда мы его самого начала говорим что он есть нечто недействительное то есть то что выражаем в том ты состоит это все постановки вопроса что его выражаем в каком-то смысле реально реально является и то что данного ощущения то что можно назвать объективными то что субъективно тоже каком-то смысле реально это и первая на постановку вопроса то что все что как бы в нашем опыте присутствует все реально она правильно другое дело что реально по разному терминологии 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 ну во первых наверное все таки не ложь да потому что есть понятие ложь социальная когда я знаю просто сам соврал наверно после истина философски говорить я тоже сначала потому что психология пойдет что уже не существует вот и потом глад реальность действительность наверно опять же не это ваша тела вообще говоря как бы принято что такое реально слово вещь если выбрать нет ну эти вологию на действительность свой действие совсем ну что я щен я могу действовать вот я могу конкретно действовать то что есть действительность а я и развивать на как раз seguir наше naszej девицы действительно здесь если посмотреть и ранние следствия реально сelles сдеть на спрос оралова на стене так же pic рис двитель new киева не которые здесь есть помимо даже нашей деятельности я сейчас это прямо в средстве технической цивилизации изменили рядом то что мы – живем ведь не в них не в лесу какого-то типа да вот же и некоторым откonsами и?ooo! Поэтому реализация это действительностью называется. Потому что здесь нечто искусственное, что мы внесли и изменили, оно стало порождением. По действительности, не будем спорить, вы неправильно употребили термин реальность, когда говорили про реальность воображаемого. Это слово реальность, конечно же, берется как некоторый термин взятый из достоверности, но ведь воображаемый точно так же для меня достоверно. Достоверно, но не реально. Нет, оно реально для меня. Реально или достоверно? Все же достоверно, все реально. Хорошо, я возвращаюсь к этому вопросу Декарта. Ну что, получается, что он на самом деле, единственное, что он обнаружил, это вот именно некую реальность Когита. Действительно, получается, что если мы придаем два смысла термину существования, то мы тогда, когда передо мной оказывается кресло, скажем, или аквариум, я его спрашиваю, в каком смысле он передо мной реален. В смысле моего того, что он существует, так как будто он сам по себе существует, а с другой стороны, в том смысле, что я могу сказать, что он существует как факт моей мысли. Действительно, я приглядываюсь вдаль и думаю, что передо мной, дерево или человек. Ну тогда я, ну этот вопрос, казалось бы, бесконечно далек от Декарта, потому что для Декарта не важно, что перед тобой дерево и человек, а важно вопрос здесь. Нет, как раз и декартовский вопрос, потому что у Декарта есть знание дерева, есть знание человека. И он как бы пытается, имея знание, определить, что. Если по Платону, то ты не опять, никакого знания нет, что увидел, то и увидел. Так вот нет, нет, ситуация, она, кажется, у Декарта-то другой, потому что Декарта задается не вопросом, что перед тобой дерево или человек, а Декарта задается вопросом, а есть ли это на самом деле. Не важно, что, но важно, есть ли оно на самом деле. Вот такой вопрос Декарта. И в этом смысле он обнаруживает некую-некую новую тотальность Когита, в том, что можно сомневаться в том, есть ли это передо мной на самом деле, но невозможно сомневаться, что я это пытаюсь таким образом мыслить. То есть так же и воображаемое, да? Точно так же для поги-то воображаемое, точно так же достоверное. И тогда как Пятикарт отличает воображаемое от ощущаемого, здесь и сейчас? Он говорит, что есть не по роду критерий, а именно ясность и отчетливость восприятия. То есть у него вот этот критерий ясность и отчетливость восприятия является, собственно, критерием отличия воображения, иллюзии от того ощущаемого реального. Да, я очень люблю этот термин, у него везде ясность и отчетливость, ясность и отчетливость. Он потирает глаза сколько угодно, она не исчезнет, он будет ясно и отчетливость, то есть они критерии. Мы как раз теперь, мы знаем, что есть, допустим, голограмма, которая является просто воплощением иллюзии, причем такой, которую мы никогда не отличим от реальности. Да, но я хочу сказать... Если будем знать заранее, что она голограмма, то мы ведем опыт некоторого рода. Мы должны пытаться совершить след за Декартом, не нужно далеко за ним ходить, потому что Декард, живя в собственной парадигме тогдашней, не до конца был честен. Причем она состоялась в его нечестности? Ну, во-первых, он получил некий грандиозный результат, он получил некое сущее, в бытие которого и в реальности которого сомневаться ни в коем случае невозможно. Это реальность Когита. Не следует забывать, что прямо противоположно у него была другая реальность, то есть это вещи протяженные. Что такое протяженность по Декарту? Это совсем не свойство вещи. Вещь бывает круглая, красная, синяя, какая-то еще и протяженная. Это не так. Протяженность как бы есть некая тотальность материи или вечность как вечность. Во-первых, вещь есть и вещь как таковая, в этом смысле она протяженная, а с другой стороны она обладает большим количеством свойств. Для того, чтобы свойства состоялись, должна быть некий факт материальности. Вот это самый факт материальности. Он странный, удивительный, он неухватываемый почему-то. И в этом виноват, как ни странно, сам Декарт. Потому что в математике что он главное сделал, это Декартовые координаты. То есть этой некой материальной вечности он прописал свойству какого-то простого, абстрактного геометрического пространства. Это геометрическое пространство настолько давляет над нами сейчас, что мы уже не в состоянии эту материальность, то есть печь протяженную как таковую, отличить от Декартовского геометрического пространства. Как это было? Вполне возможно, что это был просто акт отчаяния. Поняв, что материальность или протяженность не ухватывается никаким образом, Декарт пытается описать ее с помощью трех координат. По-моему, три координата это просто карта. Да, это карта. Были декартовые карты, а теперь стало трех координат. Да, и вполне возможно, что мы находимся в ловушке, пытаясь принять наше настоящее пространство, которое нас окружает, за Декартовскую карту. То есть понятильный аппарат Декартовской карты мы пытаемся везде подсунуть под этот самый... Вполне возможно. Но тем не менее, есть опять некая тотальность, некая тотальность вещи. Как можно на эту еще ситуацию посмотреть? Что такое тогда пространственность? А пространственность стоит, что вещь в качестве определенной дана именно так, как сама эта вещь. Красная как красная, красная именно красная. Синяя как синяя, громкая как громкая, что-либо еще. Эта вот странная непосредственность, это выражается в факте того, что вещь находится в качестве, выступает в качестве протяженности. Вот странная вот эта консульция. Игорь, а если мы берем непротяженный объект, мысль, она тоже картиризуется... Как вещь мыслящая. Да. Да, но уже как вещь мыслящая. То есть у нас есть как бы две некоторых факта, реальность которых устанавливается абсолютно точно и достоянно. То есть здесь качество не является определяющим? Там качество есть, скажем, умность, а здесь красность. Есть две вещи, которые выступают в качестве противоположной тотальности. Одной стороны, это чувственная протяженность, красная как красного, с одной стороны. С другой стороны, то есть вечность вещи, да? А с другой стороны у нас выступает некая другая тотальность, тотальность когета. То есть неважно, что передо мной, я могу в этом сомневаться, существует ли на самом деле, но несомненно то, что я мыслю. Есть другие по Декарту вещи, в которых реальности трудно так же сомневаться. Ну, например, того, что я чего-то боюсь. С точки зрения Декарта бояться и сознавать того, что ты боишься, это одно и то же. Принципиально отличающая ситуация, скажем, от парадигмы 20 века от Фрейда. Потому что ты можешь бояться, но не сознавать, что ты боишься. Это такая вещь. Ты можешь любить, но не сознавать, что ты любишь. С точки зрения Декарта, любить или ненавидеть, и сознавать, что ты ненавидишь в этот момент, это одно и то же. И след за ним этот эксперимент можно провести. Мы видим, он относит это в качестве модусов когета точно так же. Мы видим, что мир получил в основании своего два фундаментальных якоря. Две вещи, реальность которых абсолютно несомненна. Это, с одной стороны, вещь мыслящая, с другой стороны, это вещь протяжённая. Там ведь у Декарта несколько, по-моему, сложнее. Дело в том, что он приходит к достоверности, или если угодно, он понимает, что вещь протяжённая не менее реальна, чем вещь мыслящая. Благодаря идее Бога. То есть, вот так как ты представил, что просто некоторая неизбежная и неустранимая достоверность чтойности, как чтойность, она составляет... С одной стороны, я полностью с этим согласен, потому что протяжённость, то, как это употребляет, это слово Декарта, это именно обозначает чтойность вещи. В самом широком смысле этого слова. А не просто... В самом конкретном. Да. А не просто вот эти вот, как бы, параметры, глубина, ширина, высота. Это правда. Но для него реальность вещи протяжённой – это результат, как бы, мышления её через идею Бога. Только мысли о идее Бога и только мысли о доказательстве бытия Бога, он получает возможность мыслить реальность вещи протяжённой. А разве не так, как у Аспеноза? Это не Беркли. Нет, это не Беркли никакой. Это... Почему вещи существуют вне восприятия индивидуального? Потому что их воспринимает Бог. Ну, в смысле, не в прямую, но опять же, аргумент – аргумент. Ну, тут, если оставаться на таком уровне абстракции, что Бог выступает посредником между мыслящим и реальными вот этими протяжёнными вещами, то тогда да. Но просто здесь... Но на этом, как бы, сходство заканчивается. Всё остальное слишком различное. Ну да, тем более, что там, верно, не промышление. Я-то как раз по поводу вещи протяжённой думы склонен думать немножко не так. Я опираюсь уже не на Декарта, а больше на Аспеноза. Ведь у Аспеноза для него центральным является антологическое доказательство вытия Божьего. Ну да. Это тоже самый кирпич Витсбок. Да. Ну что он делает? Он говорит, что существуют так называемые атрибуты. И Господь обладает бесконечным количеством, причина самого себя обладает бесконечным количеством атрибутов. Да, 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 только мы знаем из этих атрибутов. Да, два, два. И это показывает то, что мы ведь знаем непосредственным образом когита, то есть я мыслеследовательно существую, то есть мир как в форме знания, и протяжённость. И таким образом... Но только потому, что они объединены в Боге. У него опять-таки... Нет, 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 у него смотри... У него, значит, что такое атрибут, чем он отличается от модуса? Это когда атрибут, это такая вещь, которая доказывает своё существование через само себя. То есть когита доказывает своё существование для самого себя. Вещь протяжённая тоже доказывает своё существование через своё себя. А потом геометрическим образом у Спиноза доказывается, что поскольку у нас Бог один, то они являются атрибутами Бога одного. Но для этого нам нужно понять каждого из них как нечто самостоятельное, чем бытие доказывается, которое через самого себя. Поэтому я полагаю на этом основании, склонен думать, что и то, что в идее протяжённости заключено некое существование с самого начала, это усматривается без Бога. Прямо и так, непосредственно. Так же, как и с когита. Это же идея в этом когита, в нём идея существования тоже даётся непосредственно. Достаточно выплатить декартовскую редукцию, и мы поймём, ну, сказать, а быть может этого нету. Несомненно то, что я этот микрофон мыслю. Следовательно, я получаю некое такое расширенное понимание себя. То есть любой предмет для меня постановится предметом моего знания. Я получаю понятие когита, и в этом понятии я мыслю, мысли некой вот этой чтойности когита, она приводит к факту его несомненности его существования. Так и с протяжённостью, я полагаю. Точно сам факт, который мы смотрим, факт непосредственно, что красное есть красное, то есть мыслим его как протяжённое, мы в этом смысле доказываем его существование. На самом деле здесь для того, чтобы пояснить декартовскую позицию, необходимо вспомнить феноменологию духа Гегеля. Вот у Гегеля есть различие... Не-не-не, это просто... Где простоты ты хочешь сказать? Ну, совсем что простоты. Да-не-не, просто в феноменологии духа Гегеля сделано существенное различие между достоверностью и истиной. И если вы вспомните, то существует две достоверности. Первая достоверность – это чувственная достоверность. Вторая достоверность – это достоверность самого себя. То есть достоверность самого себя – это то, что у Декарта с Коги связано. Чувственная достоверность – это то, что связано с протяженной субстанцией. И почему-то, тем не менее, кроме этой достоверности, есть еще требование того, чтобы она стала истиной. Собственно, все движение этой феноменологии состоит в том, чтобы довести достоверность до состояния истины. То есть, сама по себе достоверность почему-то оказывается недостаточной. То, что достоверность – это как раз субъективная составляющая, это как очевидность для субъекта. Субъекту очевидно, как ты правильно говоришь, это некое присутствие в опыте чего-то протяженного, чего-то материального, того, что можно было бы связать с протяженной субстанцией. Субъекту очевидно, что это также достоверность самого себя. Но истинно ли это? И вот, чтобы добиться истинности, требуется некоторая другая процедура, требуется проверка на опыте. Соответствует ли вот эта достоверность тому, что как бы в субъект считает качество истины. И вот на самом деле игра между достоверностью и истиной, то, чего у Декарта нет, кстати, Декарта так и остановился на достоверности. И потом, если можно так сказать, языком Декарта он истинность получает как бы как бог из машины. У него возникает вдруг бог, который все это делает истинным. Не только достоверным, но также истинным. Он смотрит на идею бога и понимает, что он не чужд идеи злокользованного коварства. Особенно с математическими доказательствами это особо очевидно. То есть бог не бог обманщик. Да, он же говорит, что возможно мы даже математически как доказательства, которые нам совершенно очевидны, ошибаемся. Потому что, может быть может, бог обманщик нас заставляет думать, когда мы эти доказательства измышляем, что они истинны. Но, может быть, даже в этом мы ошибаемся. И только бог санкционирует, что поскольку он не бог обманщик, что математически данные доказательства мы все-таки добиваемся некого рода истинности. Так вот, вопрос об истинности, вот как надо ставить этот вопрос. Не просто вопрос о достоверности. Тут недостаточно разговора с Декартом, вопрос об истинности. И вот если ты ставишь вопрос об истинности, тогда и возникает различие реальности, иллюзии и прочего. Но никак не на уровне достоверности. Иллюзия так же достоверна, как и некая очевидность, которая разворачивается перед тобой в опыте. То есть, то, что мы называем обычной реальностью. То есть, воображаемое точно так же тебе достоверно. То есть, так как достоверно тебе много различных опытов. Не, но согласись, что... Но одно является истинным, а другое является. Что реальность Когита, она как бы гораздо выше достоверности, чем реальность микрофона. Сомневаюсь. Так вот, получается, что так? Нет, получается, что, во-первых, у меня к Декарту и вообще к этим рассуждениям одна претензия такая очень большая, которую я до сих пор не могу понять. Почему осознанность, восприятие, сознание связывают с мышлением? Почему мышление здесь выделенное появляется? То есть, почему вот боль, это же не мышление. Да. Эмоции любые, которые во мне есть, это не мышление. То есть, я мысль воспринимаю как такую же вещь, как и микрофон. У меня может быть мысль, может не быть мысль. Микрофон может стоять, может... Они имеют разный статус, эти вещи. Но почему именно я мыслю? Вот я открыл глаза, я вижу мир, но еще не помыслил. Это уже есть достоверность первичная. А помыслил, это уже вторичная. Я не знаю. То есть, это уже что я воспринял. И тогда мы можем говорить, что первичная достоверность, это является ощущение «я есть» и «мир есть», значит, «тождественнее мне». А вторичная уже есть развлечение. То есть, не вещь как таковая, вторичная развлечение, а вещи. То есть, когда мы не можем никогда определить вещь, когда нет реально другой вещи. То есть, когда я открываю глаза, я вижу пространство, надавность, я вижу много вещей. И пространство состоит не из протяженности, а из множественности. И точно так же и мысли. Я могу мысли понять как вещь, что когда, когда мысли много. И боль могу понять, когда она возникает и пропадает. Любовь возникает и пропадает. То есть, когда через множество вещей. Вот просто, нет, она, значит, первое ощущение, данность некая, разделена на два статуса, на два модуса. То, что меняется во времени, мысли, эмоции, чувства, меняются во времени. И то, что дано мне в моем сейчас, вот как множественность, одновременно. Это вещи пространственные. А мышление здесь совершенно как-то. Одна из вещей, данных во времени. Нет, дело в том, что Декарт... Но это не про Декарт, я просто у меня претензия такая. Нет, 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 это претензия правильная. Просто Декарт не различает сознание и мышление. Ну вот да, я не понимаю, почему. А на самом деле, то, что он говорит, это касается сознания. Я сознаю, и поэтому я существую. Да можно речь не идет о мышлении. Речь идет о сознании. Потому что мышление, это процедура... Он сам говорит, что... Это вторичное. Нет, ну он говорит, когет-эргосум нельзя понимать как процедура уму заключения. А никакого мышления, кроме уму заключения, не бывает. Всякое мышление всегда уму заключение. Нет. Потому что схватывание мысли, это процедура сознания. А переход от мысли к мысли, это процедура мышления. Так что всякое мышление, это уму заключение. И поэтому даже на этом основании, когет-эргосум, это есть на самом деле сознаю, следовательно существует. Так что на самом деле, и более того, никогда мышление не является тотальностью. Это разговор основания. Татальностью является всегда сознание. Просто говорить, что есть мышление, есть рассудочное мышление, это разные вещи, это или можно говорить о сознании и мышлении, это разговор основания. Нет, я вам сейчас скажу, почему это не разговор основания. Вот Игорь здесь как бы упоминал, что две субстанции, протяжённые и мыслящие, они как бы имеют общее основание в Боге. На самом деле, если вдуматься, если не брать теологический вопрос, вообще говоря, Делькард чувствует, что есть какая-то общая субстанция, которая объединяет эти две субстанции. Так вот эта общая субстанция, объединяющая две субстанции, есть сознание. Потому что в сознании и чувства, и эта вещь протяжённая, и мышление, они могут быть одновременно даны. Сознание есть общее их основание. То есть фактически та позиция, с которой он говорит, что Бог объединяет эти две субстанции, с ним не что-то, но это просто сознание. И так что это не разговор о словах далеко, потому что это наоборот существенное продвижение в понимании того, что Делькард говорит. если убирать термины так говорить о сущности а дальше конечно же опять надо перепрыгивать у гегера же точно также сознание и мышление это не различимы по своей сути хотя он использует разные термины в итоге у него дух и идея это одно и то же хотя мы чувствуем какой-то диссонанс дух это то что относится к сознанию идея то что относится к мышлению почему дух и идея чему абсолютно идея есть и абсолютно дух это одно и то же то что у него на самом деле развивается 2 1 ряд связан с сознанием и который восходит абсолютным мужем другой связанный смеш beginning абсолютно идеи и этот разрыв никогда не преодолевается ему но в конце просто декларирует а сейчас одно и то же и все а на самом деле плоха продажи шел в эту могут не увидел вот такой purse что есть что-то не так но что это 0 понять не может чтобы это понять 1 вещей украли страница зная есть и мышление и то что мышление не является тотальностью потому что вне мышления вот поставим вне мышления ищу что постоянно в этом были так мышление является тотальностью тотальность являются только сознание тот тотальность который получил на самом деле есть тотальное сознание только вне сознания ничего нет действительно и по мысли даже невозможно все помысленно и сознание оказывается внутри сознания нет никакого внешнего для сознания поэтому абсолютной бесконечной субстанции является только сознание а вне мышления есть полнота чувства которые просто отбрасывать а будто бы его не потому что типа учусь чувстве нет никакой истинности вот так он доказывает феноменологи духа да и там есть только единственная мысль бытие и надо просто отбросить и все это на самом методологический просчет существенный и он начинается с декарта и гегелем не преодолевается гневная совершенно филиппика но понимаешь это ну гетель совсем сложный предмет я сейчас его не могу поднять этот пример ну скажем применить на декарту хорошо ты говоришь что основным здесь в рассуждениях декарта является термин сознание и то что он говорит когита что буквально означает мыслью мышление это все дескать он неправильно употребил слова допустим но ты дальше говоришь более тяжелую вещь и это и это просто спор о словах тут я слигодем совершенно согласен бог с ним дальше ты будешь более тяжелую вещь с которой декарта не согласовать на мой взгляд ты говоришь что тотальностью то чем объединяется и вещь мыслящая и вещи протяженная является сознание тогда скажи мне пожалуйста каким образом сознание выступает не только формальной но и объективной причиной вещи потому что это различие в причинении формальным и объективным это то что двигает декартова доказательства бытия бога это через что он приходит к реальности вещи протяженные потому что он обнаруживает что мысль и сознание в твоей терминологии хоть убейся не является причиной объективной причиной вещи а только формальной причиной вещи и только идея бога как того что выступает и объективной и формальной причиной вещи позволяет ему так опосредованно через такое длинное опосредование с этим антологическим аргументом антологическим доказательством бытия бога позволяет прийти к реальности вещи к тому что вещь есть не только как модус мысли это давно как бы установлено и это не проблема вот а еще она есть в другом смысле как как вещь протяженная то есть не как модус мышления а как свой собственный модус как модус вот этой самой вещи протяженной просто здесь разговор уже состоит то что переход есть от одних терминов других нет а те а те а те минасти в танцы к теме на плече 10 ну пожалуйста скажи каким образом сознание объективность причине и сознание которое декарт называет коги это да и она является и ну скажем индивидуальным сознанием философа и сознание который декарт называет богом я на другое сознание просто то есть вопрос идет о том что одно сознание являющийся абсолютно да она включает себе сознанием то есть самого философа и все остальное все остальное точно так же сознание и протяженная протяженная субстанция точно также сознание только которая поскольку мое сознание конечный то у меня ясно что существует нечего не моего сознания обычно кстати круги эйлера есть большой круг эйлера сознание бога если я нарисую маленький кружок эйлера внутри этого большого пространства по большого круга да то есть и внешне этому вот тебе и доказательства что все остальное тоже есть мы надо рисовать его если не понятно есть доска я прекрасно воображение представляют два кружка один в другом на какое-то доказательство доказательство ты сказал что бог это то же самое что сознание а до копит это создание философа на еще раз доказать надо же различать действительно какие-то как сознание сознание философа и и сознание абсолютно все таки надо понимать что это как это это не вполне индивидуальное сознание конкретного философа очень неправильно понимать что когита была только у декарта а вот например у спиноза и да это еще не было так у меня на это даже не просто скажу если когита было не только у декарта то тогда это не доказательство а доказательство теоремы декарте сразу держишь у когита это не умозаключение а очевидность которую нужно установить а можно только в каждом конкретном эмпирическом сознании читать и причем на самом деле вот этот эмпиризм собственно это претензия декарта что у него на самом деле поклонность чисто эмпирический но он то сам по себе может же это любой чем он считает что любой человек может поделать это это вещи получить вот это самое когита правильный любой человек научиться научиться да но это же не гоноска тоже достойно но кричка внешнего стоять это означает что устанавливаем субъектом эмпирическим субъектом в опыте но это же даже не моей термины это термины канта или гегель нет но есть же как таковы когда говорят империка вот я так понимаю когда я Не надо эмпирику. Эмпирический субъект здесь понимается в смысле Канта и Гегеля. Давайте ясно. Различался эмпирический субъект или субъект. Нет, Булат, ну что такое? Для Гегеля... Различался эмпирический субъект и трансцендентальный субъект. Что вы теперь будете... Удикарта трансцендентальный субъект или эмпирический субъект? Булат, Булат, ты просто без конца сваливаешь в кучу. Для Гегеля... У меня тогда все как раз сложено, вы просто понятия. Для Гегеля Кант точно так же эмпирически действует, как эмпирический субъект. Нет, у него есть трансцендентальный субъект. Как же он эмпирически действует? Господи, ты Боже, что мой. Я же тебе еще раз говорю. Если слушать то, как Гегель критикует предшествующих философов, так он совершенно точно так же. Он говорит, Кант действует эмпирически. Он залезает рукой в мешок и вытаскивает способности одну за одну. В чем-то действует эмпирически, в чем-то, да. А в чем-то нет. Ну вот и все. Поэтому не надо ссылаться, что это... Я говорю, раз Гегель сказал про Декарта эмпирически, значит, это эмпирический субъект. Это не эмпирический субъект. То возражение, которое Гегель делает, он говорит, что надо было их все это вывести, из некоторого всеобщности вывести, а не просто, как ты говоришь, из мешка души что-то доставать. В этом возражение состоит. И в этом эмпирический в смысле метод изложения. Но эмпирический метод мне не нравится, потому что эмпирический, он адресует все время вот к тому, что взял и потрогал микрофон, и надщупал у него три ножки. Нет, это эмпирический означает к опыту. Эмпирия, вообще-то по-латински буквально означает к опыту. Вот и все. Никакой другой... Сказать, что обычно есть, что эмпирический опыт, да? Нет никакого эмпирического опыта, это масло масляное. Есть просто эмпирический, означающий к опыту. Хорошо. Есть мысленный эксперимент. Когда Гигель в фенологии духа показывает, каким образом разворачивается история сознания, он нам показывает что? Он нам показывает опыт. Опыт сознания. Да, это сознание эмпирическое. Значит, Гигель тоже эмпирический философ. Нет. Точно в таком же смысле, как и Декарта. Просто вопрос состоит в том, что я же вам сказал, что у него эмпирический субъект достигает уровня... Никакой не эмпирический субъект, не надо ля-ля. Ты сейчас только что очень хорошо говорил, что эмпирия это просто опыт. Все, что достигается в опыте, неважно в каком, это эмпирическое. Это же твои слова. Мои слова состоят в том, что у Гигеля есть два субъекта. Эмпирический субъект и... Вот уж у Гигеля, вот уж у Гигеля, это никакого эмпирического субъекта нет. Если еще Кант это сам про себя говорил... Чувство международности есть два опыта. Это и этот. И, конечно, этот, это что такое? Попробуй. Почему-то их может быть много. Один посмотрит, это увидит дерево, а другой посмотрит, это увидит стол. Ну, это и есть эмпирический субъект. Вот самый эмпирический субъект, которых много. Булат, вот это уже чистая твоя фантазия, которая вообще ничем не соотносится. Ну, ладно, давайте не будем пикироваться по поводу... Если не понимаете таких вещей, то зачем пикироваться по поводу ерунды? Давайте дальше. Хорошо. Проехали это. Непонятно это. Это сложные действительно вещи. Там это надо просто брать, читать, трактат показывать. То есть ты великий и могучий это давно постичь, мы не в состоянии этого постичь. Но, видимо, ты тогда должен со высоты своего величия снизойти к нам убогим. И приводить более простые аргументы. Мы уходим в сторону, не это обсуждать. Вот правильно. Простые аргументы, более эмпирические. Я хотел сказать, самое главное, что различие достоверности истин, которые вообще есть из основы в основу. И когда... Нет, где это основа основ? Различие достоверности истин. Где это основа основ? Потому что как бы... В трудах какого философа? У Декарта есть такая проблема. У Декарта такая проблема. Я же говорю, что у него нет такой проблемы, потому что это проблема Гегеля, которая усматривает, что вот это не достаток Декартовского метода. Что он на самом деле говорит только о здоровенности. Это проблема. Подожди, послушай, а критерий истинности этой достоверности возникает только как бог из машины. Просто вдруг раз возникает. Ни как? Просто со стороны. А нужно вывести, нужно показать, что достоверность, на самом деле, может быть возведена в истиньте. Ты зачем все это говоришь? Я просто говорю, что очень важно, когда мы Декарта объясняем, показать границы его философства. Правильно. Когда мы обсуждаем Декарта, надо обсуждать его в тех терминах, которые к нему вообще не относятся. Тогда мы ничего никогда не поймем, если мы обсуждать каждую философию только в тех терминах, которые это философия. Мы тогда будем просто излагать книжки. Надо тогда просто не заниматься философией, а читать книжки. Ну хорошо. А сейчас ты прочитал одну книжку под названием Гегель. Ничего я книжку не прочитал. Всех через эту книжку. И чем это твоя позиция лучше? Я пытался, никакой позиции здесь нет. Я пытался просто объяснить, что у Игоря здесь, когда он пытается высквылить, что-то такое новое, у него не хватает этой позиции иной еще. Позиции истинности. Есть позиция достоверности. Там ничего сказать, кроме достоверной иллюзии, вся наша психическая жизнь, фантазии, все это достоверно, одинаково. И как тогда в этом различать? У Гудиката получается простой критерий. Либо Бог пришел, он не обманщик. Значит, если мы видим что-то ясное и отчетливо, значит оно как бы истина. Вот это не критерий. А потому что и Декарт так не говорит. Извини меня. Ну конечно, Декарт так не говорит. Да, так как ты излагаешь Декарта, это знаешь, я когда вот в ПТУ веду занятия по философии, то я так излагаю. Я без оплома, без оплома. Я на самом деле не хочу просто пикироваться, я себе честно говорю. Ты просто обиделся на что-то. На что, к чему ты держался? Я не обиделся. Я считаю, что твое поведение абсолютно непродуктивно. Игорь, затеявший этот разговор, апеллировал к опыту мысли, к философии двух персонажей, Платона и Декарта. Ты заявил, что мне их нельзя понять, если не через Гегеля. Я считаю, это некорректно и совершенно лишнее. Ну давайте тогда будем завершаться тихонечко. Значит, что я хочу сказать по поводу некоторой реальности. Мы видим, что мы перешли к другому несколько разговору, который нам Дэвид Йом и Платон пытались воспроизвести. Мы видим, что нашли две некоторые вещи, которые оказываются реальность, которая обладает несомненным статусом на фоне всего остального. Которые просто таковы, что когда мы их мыслим, мы одновременно мыслим их существующие. Кроме того, дальше, я об этом сегодня говорить не буду, что у нас есть антологическое доказательство бытия Божьего в исполнении Декарта. Она состоит в том, что мы конструируем некоторый субъект, который в дальнейшем нас освещает или превращает в реальный весь мир. А если Бога нет, тогда как бы? Если не существует антологического. Тем не менее, есть некоторое представление о некоторой, безусловно, реальности, достигаемом в некотором опыте мысли. А это несомненная реальность вещи, протяженные вещи, мыслящие. Статус, который несомненный. Как отличить фантазию от протяженной вещи? Почему? Проблема есть, и ее вообще никак не светило. Бога нет, доказательств антологически не удается. Я буду на позиции Кампа стоять. Еще раз. Нет, я хочу тебе сказать, что есть некоторая вещь, реальность, которая несомненна. Когета, когета, когета. А я воображаю. Чего? Когета воображает? Это же не с когета, а про протяженные вещи. Когета воображает? Про протяженные вещи. Игорь, один вопрос. Есть действительно достоверность, стопроцентная, и мысли, и вещи протяженные. Но как конкретные, конкретные мысли, конкретные вещи, или вообще как протяженности и мысленности? Как протяженности и мысленности, конечно. Протяженности и мысленности. вопрос никаких никаких вопрос об истинности тут снимается до никого не кому то что я вижу там черты не содержание чёрт содержание да несомненно то что ты его мысли видишь и мысли мысли еще убив качестве видим ты нам запретил пользу с аналогическим доказательством бытия божьего вот и никак если бога нет какой же я моё прошу прощения бог есть для того чтобы отличить иллюзию от реальности мне надо постоянно богу адресоваться тем не менее вот бог есть допустим он рядом стоит тем не менее все равно должен отличить иллюзию это реальности своему пути скажем так можно всегда чему-то обратиться вне себя а из себя внутри своей действительности своем мышлении и своей данности ты ничего доказать не можешь и почему они обращались к идее бога именно понимая что вот находясь здесь вот тут сидя за столом не обращаясь ничего это не так просто есть же наука сколько раз уже говорить о том и наука отличила как бы иллюзии ошибки и прочее от другого есть критерии этого мы буквально полчаса назад говорили что мир не сводится к науке есть вещи есть вещи которые действительно внутри науки мы можем опираясь а как быть с тем что вы вне науки у меня тоже этот результат он не удовлетворяет признаться но просто там сказать что блин что мы ни в коем случае не можем задуматься задуматься над тем что что это дерево не человек может об этом задуматься не можем можем подумать там об этом можем но если что мы получим это несомненно то что я это не что вижу это же вопрос такой какая-то такая специальная философская истина типа парменида парменидовская что есть двухголовые люди есть настоящий философ которые понимают все что все есть одно вопрос остается как нам нужен критерий для развлечения иллюзий и как бы реальности нужен критерий и собственно как бы я почему как гегель у меня то что он как бы и дает критерий ну вам гигель не нравится хорошо вы из декартова или из платона из кого угодно высосите его этот критерий действительно первую часть своего своего разговора я оставляю вот что действительно внутри своей действительности внутри своего сознания внутри своего мышления внутри своего восприятия мы не имеем никаких критерий истинности безусловно и реальности мы не имеем мы обязательно должны обращаться к чему-то вне себя вот есть два способа обратиться вне себя обратиться к абсолюту либо обратит обратиться к социальной деятельности вот наука наука это является один из одна из сфер социальной деятельности она именно является потому критерием реальности и истинности потому что она восплощает нечто больше чем единичность человеческую но при этом мы говорим что у нас наука как социальная деятельность как критерий перекрывает маленькую область есть область еще религия перекрывает еще область искусство перекрывает еще еще у нас философия вот искать область философия там наука нам не дает никаких ответов бог может даст а наука не дает потому что не все подвержено практике это фактически только заверение что бог не обманщик ну а если бог обманщик ну вы заверяете бог не обманщик а вы заверяете значит значит вывод делаем один вот сто процентов который все все должны согласиться что нет такого понятия как в салют на истинность и абсолютно реальности нет такого абсолютно ничего не ну вот и все то есть и проблема будет фактически вот и пойми на самом деле это же старая тема что сидит возникает бухта и всегда как заточка я согласен я согласен мне тоже не особо а не особо эта штука нравится но по крайней мере пока что нам дает он нам дает эталон реального они как он дает это в�а достоверного никак реально он все объясняет с другими настоящая видно очевидно очевидно это когита очевидно очевидно присуствие моем опыте чувственных счет очевидно присутствие фантазия очевидно присутствие бои и прочие все это очевидны что но что-то в этом одном как бы мы только должны разобраться сейчас х PhD на но реальные ли не то есть права или вопрос придет о бытии я вам что-то воображать воображая вот это могут существуют или это только авто таки остается воображаем вот что проблема для напаса не поставлен вопрос об истинстве он не поставил есть решение вопросу но бог возникает все это решает вопрос истинное лишает всем что бог пришел сказал я не обманщик ребята вы так вот ясно чуть не увидите так она и есть да 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 так и мешает но это не решение Вот что проблема. Не решение. А то, что вы сейчас приписываете Декарту, это не Декарта. Ну хорошо, это не Декарта. Академизм выступил, если бы сказал, что это не Декарта. Хотя это Декарта, конечно, но вот как эти места про... Ну, не будем спорить, потому что... А что ты имеешь в виду не Декарта? Ну, у Декарта нет такого простого рассуждения, что просто вдруг он решает, что Бог не обманщик, и благодаря этому мыслит окружающий мир. Ну, а Бог не обманщик почему? В качестве истинного. Там вопрос вообще не про это. Еще раз говорю. Там, когда идет речь о Боге, речь идет о двух причинах. Формальной и объективной. И только вокруг этого все строится. Понимаешь, проблема, это сейчас просто маленькое замечание. Всякой философии состоит в том, что надо не пытаться, не упираться в термины, это философа. Пытаться понять, что же он говорит на простых формулировках, простых терминов. Что же он конкретно говорит? Вот мы говорили о том, что есть никого, чтобы достать две достоверности. Они нам очевидны. Как вопрос дальше решается? У Декарта на самом деле, у него же на самом деле не так поставлен вопрос. У него изначально есть одна достоверность только. А именно Когита. Да, а вторая достоверность, достоверность чувственного, она на самом деле состоится под сомнением. И он хочет достигнуть этой второй достоверности. Вот как он, но у него этот вопрос не так поставлен. И он достигает, а еще есть Бога. Ну да, но не тем способом, что Бог является Декарту и говорит, что все, я тебе обещаю, что все, что ты видишь... Конечно же он и не является, это просто простое указание, чтобы понять, что суть речи. Кстати, я неправильно сказал, он хочет... Недостоверность, достоверность он видит. Чувственные вещи, неправильные, опять, в своих темах. А истинность? Вот, у меня достоверность, это ясно, что есть вещи, есть математические доказательства и прочее. Сон, это ведь точно так же достоверность. Все достоверно есть. Но истинно ли оно? Вот, а я не могу понять, что ты подразумаешь под словом истинность и истина. Какой ты тресни? Я могу сказать еще. На самом деле истинность это та достоверность, которая проверена. Достоверность, возведенная, она возводится в истинность с помощью проверки опытом. Каким образом? Вот смотри, каким образом ты можешь проверить, что стол существует? Ну, понимаешь, это... Если как бы именовать этот вопрос и сразу... Это вопрос, как наука возможна? Вот, там, заставить вопрос, как возможно, как наука... Хорошо. Как наука? Она как экспериментальным образом, как конкретный стол, то и ощупыванием, просматриванием, воспроизведением этого опыта во многих случаях. Нет, ну, очень сложно приучить существование стола, методом его прощупывания. Нет, подожди, подожди. Я подожди сказал, прощупать невозможно. Нет, подожди, прощупыванием можно определить, что он имеет, например, прямоугольную форму. Ты вот возьмешь его, прощупываешь. А вот вопрос о его существовании, он, к сожалению, прощупыванием не решается. Давай, как бы, ну, вот это характерно, кстати, на самом деле, вот это вот спутывание всякого рода терминов, это все всегда характерно, да? Смотри, как бы, достоверность нам и дает бытие. Но его можно поставить под сомнение, потому что точно так же и иллюзия, фантазия, сон, точно так же претендует на бытие. И чтобы, на самом деле, достоверность утвердить в истине, что это так и есть, а не моя иллюзия, фантазия и прочее, я должен провести какой-то опыт, воспроизводимый опыт. И в своем этом воспроизводимом опыте я устанавливаю, что это... То же самое, что было изначально для новостей. Нет, подождите, что это был не сон, не фантазия, не иллюзия. Вопрос всегда состоит не в том, что я доказываю это, а я отличаю чувственную достоверность от иллюзии, сна и прочего. То есть я знаю, что такое сон, я знаю, что такое иллюзия, и я устанавливаю, что да, это не сон, это не иллюзия. Ну хорошо, да, то есть это отличить голограмму от картинки. Да, я покажу и проверяю, это голограмма. Нет, это есть установка истинности и достоверности. Нет, нет, это не... То есть была... Я могу отличить голограмму мяча от самого мяча, но после того, как я их различил, у меня еще остается все равно проблема о существовании голограммы. Конечно, она существует только и существует и голограмма. Почему? Ну потому что... Нет, в этом опыте мы доказали, что есть мяч и есть голограмма, есть стол и стул. Но сама проблема существования стола из голограммы и мяча еще осталась. Она не решена. Вопрос... А мне такую истину. Еще раз говорю, вопрос... Ну как, нет, реальности? Съедине ходят, но... То есть она не решена. Но это же вопрос следующий. Вы стоите... А дальше? Еще раз, это вопрос всегда практический. Вы стоите на крыше, я вам говорю, прыгайте, это сон. Это из этого разряда? Понимаете, вы пытаетесь абстрактную какую-то проблему. Нет, это конкретная проблема. Гулат, послушайте внимательно, внимательно. Что вы говорите, что опыт нам дает что-то больше, чем данность. Достоверность. Достоверность, больше, чем достоверность. Да, она утверждает достоверность. Ну, дело в том, что мы все равно получаем достоверность голограммы, но ничего большего мы не получаем. Как? Мы устанавливаем истинность этой голограммы и устанавливаем истинность того, что это голограмма. У нас есть сомнения, вот что из них стул, а что из них стол. Мы в опыте для себя различили, вот это стол, это стул. Теперь следующий вопрос, а истинность стола, когда уже в ней отличает ни от чего. То есть вопрос, опыт нам дает различия. Истинность не дает никакой содержательности, она не меняет содержательность, она меняет только статус или содержательность. Я вам про статус миллион раз уже говорю, про статус, вы никак не можете понять, что такое статус. Стол, это воображаемый стол, это один и тот раз, то и другой стол. Давайте еще раз, вот есть мяч, мяч, статус его мяча, да? Содержательность. Он достоверен? Достоверен. Он истинен? Вот надо проверить, истинен он или нет. Как мы это проверим? Ну, проверяем голограмму, допустим, или какой-то... Нет, 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 мяч, как проверим? Ну, смотрим, не это, не сон, не иллюзия там и прочее. А как? А как? В опыте, ощупывании... Мама, ощупали, ощупали, достоверен. Опыт нам достоверность дает. Нет, опыт дает нам... Ну, вот достоверность, вот мы-то пощупали все, достоверность мяча. Опыт дает нам, что это достоверность, истинно. Как это? Ну, потому что она может быть иллюзией, это не мяч, а голограмма. Нет, 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 не голограмму. Мяч мы берем. Еще раз говорю, вы понимаете, вот статус, статус это, статус, Булан, опыт, мы можем, подождите, вот эти теории, да не надо это тоже говорить, Булан, я в вашем теории говорю, есть статус, вот есть объект, и у нас сомнение в его статусе, это голограмма или мяч, опыт нам подскажет, в каком он статусе, это голограмма, но не подскажет ничего достоверности, более достоверно, Это будет либо достоверно голограмма, либо достоверно мяч, достоверность никак не изменяется, да, а реальность не появляется, реальность появляется, откуда, потому что достоверность, мы не обысилили статус, ну как, ну как наука работает, у меня больше поражает, ну как наука работает, она утверждает, что есть, допустим, нет, нет, Булан, Булан, стоп, стоп, наоборот, есть или нет, надо проверить, ставим эксперимент, проверяй, выводы, 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 вывод Значит, что вы делаете сейчас? Я еще... Стоп, 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 стоп. Я сформулирую. Я очевидный опыт. Нет, Булак, вы путаете два опыта. Есть индивидуальный опыт, на котором я различаю, это голограмма или мяч. А наука никогда не перенерует к индивидуальному опыту. А как науку? Богу науку делают? Только воспроизводимый в деятельности множество раз, множество людьми. А в человеке, один человек воспроизводит много раз? Насколько бы раз он у себя, вот сидя перед собой, своей достоверности не воспроизводил, он не получит то, что получает наука. То есть он не различит это или это? Он стал различить. Показите. Если у меня есть цель различить статус, голограммы, вот, есть голограмма действительная и мяч действительный, я могу, издалека не вижу, подошел, различил. Но это говорит не о реальности, а выборе статуса, достоверности. Вот есть достоверная голограмма и достоверный мяч. Я могу выбрать одну из достоверностей, но реальность это ничего не говорит. Никакой истинности. То есть, допустим, нет никакой голограммы, я пощупал мяч, достоверный, достоверный. Но при чем реальность-то? Ну потому что мяч может быть, понятие мяч у нас, как мы понимаем, может иметь разность, может быть фантазия, может быть... Нет, я уже выяснил, что вот он достоверный. Вот вы выяснили, не просто выяснили, что он достоверный, а выяснили, что он истинный. Тот самый мяч. Потому что вы на истине... Истинный мяч это тот самый мяч, который соответствует... Да, и вы на ходите... Спите, играете мечом, и трогаете его во сне. Да, вы раздумались и понимаете, что ты был сон. И на опыте проверили, что ты был умер. А если, да, а если не просыпаешься? А если не просыпаешься? Правильно, поэтому я говорю о воспроизводителе. А если у тебя галлюцинация, какая-то проблема, ничего ли я не вылезу? Ты, я галлюцинация, сон каждый раз. Вы думаете, если можно находиться... В галлюзии можно находиться долго. Вопрос не идет о том, что... Вы найдете человеку больному и объясните, что... Да, в галлюцинации можно долго находиться. Но вопрос не стоит о практике, об эффективности. Если я буду пытаться играть именно этим... Иллюзорным, как он там называется... Будьте эколографтическим мячом, то я не смогу играть не в пусто. Да и в этом проблема. В этом проблема. Нет, проблема все-таки испанских грандов состоит, что они могут больно драться палками, но при этом всегда останутся испанскими грандами. Это, к сожалению, так. Ну, так давайте закругляться, да? Ну, так как. На этой позитивной ноте. Испанские гранды.